здравствуйте дорогие зрители моего видеоблога сейчас выдалось несколько свободных деньков после многомесячного напряженного труда работы над книгой я с удовольствием посвящаю эти дни это время вам тема сегодняшнего разговора зачем читать книги отвечу прямо и кратко затем потому что они золото да книги это золото не храни в доме золото охране книги почему они золото потому что их написали не человеке читают человеке а пишут не человеке постараюсь расшифровать про эффект манделы слышали если нет поинтересуйтесь загадка физической вселенной в этой вселенной очень много загадок вы наверно слышали что существует 200 видов только энергии 200 видов энергии помимо электрической энергии существующие другие виды энергии вот так вот человек это тоже объект физической вселенной со временем происходит искажение как есть искажение как есть то есть искажение истины происходит событие физической вселенной о которой все знают люди слышат об этом событии запоминают кто-то забывает но кто-то запоминает затем проходит время великий стиратель и на материальных носителях событий искажается везде во всем мире вы читаете какой-нибудь древний эпос или святое писание но она уже искажена смысл смысл искажается и это еще не берется тот факт что тот кто пишет этот текст тот кто переводит или переписывает он тоже вносит какие-то искажения особенно при переводах не точных понимаете и что делать не читать что ли вообще для этого есть существуют или рождаются не человеке существа другого мира они приходят и пишут виносказательной форме или зашифрованной форме чуточку изменяет там здесь там даты изменяет может быть выдумывают какие-то миры да как бы выдуман в кавычках что-то там добавляя да ну просто чтобы цензура и чтобы общество принял приняла их книги чтобы они не были отвергнуты и чтобы они были вообще опубликованы вы читали романы райдера хагарта знаменитого английского писателя 19 века он умер где-то в начале начале 20 века вот и он был основоположником панжа под жанра научной фантастики затерянный мир и lost world который сейчас зовется почему-то фэнтези интересуетесь если мечтали какие книги он написал о чем эти книги какие фильмы выпускались по его книгу голливудом у него есть один роман где он описывает духовный мир южноафриканских народов зулусов гатентолатов через художественное повествование там есть один герой воин по имени ум слопогас который владел боевой секиры так совершенно с таким искусством что ему не было равных вообще я когда прочитал первый раз этот роман я не понял ну как дошла информация но вот сейчас как бы снова с новой точки зрения уже с другим видением эта информация совершенно другом форме мне пристала вот я открою маленький секрет что там как раз описано вы истину чудесные техника владения мечом или вообще холодным оружием боевым топором не знаю что за техника но это вы истину чудесные универсальная идеальная техника вообще может быть ты какая-то техника джедаев каких-то там рыцарей космических кто его знает вот и автор вот написал это понимаете он так да ну кто поймет тот понял кто не понял пропустил прошел мимо вот и так вот везде в каждом в каком-то произведении кусочек того кусочек того кусочек того мозаика 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 а вот уж за всю жизнь вывод прочитать книги постепенно у вас может быть сложится какая-то мозаика учета может поймете какую-то истину почему-то придете ну понимаете нужно только как с детства это читать можешь и породители этого давали возможность по них книги вам покупали или чтобы были библиотеки где есть книги вот сейчас есть интернет где много можно бесплатно почерпнуть книг вот всегда есть возможности при любой эпохи даже вот при ссср когда я жил я ничего не знал про капитализм но однако прекрасные книги были того самого как как у него там именно то теодор драйзер все почему-то помнят эту американскую трагедию нашла шла ты ссср был это фильм как мне не понравился может быть еще не был готов может быть постановка была такая такая голливудский фильм конечно немного интересен там их французские фильмы не зовут при ссср тут очень хорошие фильмы снимали очень хорошим можно было поразмыслить поразмышлять мне как-то какие-то скучные были какие-то не такие вот понимать поэтому я думаю что фильмы не могут заменить книги фильмы больше они как для развлекаловки для чтобы человек ну просто захотелось минут он работает работа работа не захотелось просто вечерком посмотри какой фильм как интересный какой-нибудь фантастик какой-то мне не знаю чего такой вот а книги но книги это просто вот вы читаете восстанавливаетесь вы думаете то перечитывать опять так так у вас идет мысленно работа понимать вот вы размышляете у вас может какие-то суждения нужно это вырабатывается впитываете все это постепенно изо дня в день вы читаете книгу они просматривать как финн за два часа сериалы на сериал это просто но просто это то же самое развлекавку сказать хотя сейчас хороший стали сериал выпускать голливуде очень прекрасный я стал смотреть сейчас ну правда время то я смотрел там два или три сериала не очень понравилось хороший фантастический сериал хорошие сценаристы там прям хорошие идеи там про чипирование хорошие там есть сериаль очень интересные сейчас пошли кому что как говорится ну выходной день не забывайте выходной день нужно просто на размышления тратить работать нельзя только на размышления наши предки вот они как раз тогда было шесть дней неделю на шестой дней выходной день посвящались семье и размышлений да вот вспомнил теодор драйзер да теодор драйзер прекрасно выполнил свою роль описав вот все перипетии нюансы этого капиталистического строя вообще кто его придумал на и раньше что вообще-то на самом деле расширствовал два строя был капитале интернет три был капитализм был как его должны за назвать и за социализм или как когда все принадлежит всем вот все принадлежит всем понимаете просто были выбранные люди выбранные глава так вот все принадлежит всем скорее всего 2 ну как как своего рода анархия не было никаких депутатов каких-то дум там не знаю парламентов вот я имею ввиду здесь вот в этой стране про свою страну говорю был запад и восток на западе был капитализм немножко он другой был а здесь был из парламента без всего анархия такая была небольшая все нормально прекрасно жили вот а были вообще такие страны где анархии вот я как раз третий свои книги вот это пи страна морей там несколько стран которые главные герои касаются у нас 22 главных героя вот и они вот как раз касается там 2 2 2 страны но там еще странные государства там такой острый сюжет такой интересный приключенческий там краси затрону так вот возвращаясь теодору драйзеру вот его роман финансист гениальное произведение вот и пресс-сср она опубликовалась гений роман путь художника в нашем мире капиталистическое время уже наш стал дак листик путь художника кто хочет стать художником например почитайте гений вот сейчас при катализме путь художника был мальчик подросток и вот он хотел стать кем-то не было денег и нужно было ехать из маленького городишки американского и вот он поехал в чикаго решил стать вот не знаю кем он вообще не знал кем он хочет стать просто хотел уехать из своего этого поселка ну вот наш там не знаю камазиак там или что-то такое уехал просто как у нас едут в москву куда не знаю в москве также в чикаго ближайший крупный город развивайся чикаго очень круто тогда развивалась очень круто метро там уже было в 19 веке во второй половине в чикаго вот как раз от финансистом как раз проекту про пожар вот эти известны чикарские очень интересны вот так что читайте классику первую очередь не из американской классики нравится прежде всего джек лондон конечно не знаю как его назвать кит там лев литературы американской и не они тоже и вот драйзер метод 2 писатель ну конечно два кита американский ну вот и все принципе я объяснил на этом заканчиваю свой выпуск надеюсь я немножко приоткрыл завесу тайны всего доброго до свидания до следующих выпусков